Музыка Вечером 9 мая на стадионе Мисталья состоялся ответный полуфинальный матч Лиги Европы и УЕФА. Арсенал одолел Валенсию и завоевал путевку в финал турнира в Баку. Трель судейского свистка, возвестившего о завершении матча, в то же время послужила сигналом к действию. Именно тогда был вынесен окончательный вердикт по вопросу участия в бакинском финале полузащитника Арсенала Генриха Мхитаряна. Уже тогда было решено, что армянский футболист не поедет в столицу Азербайджана. В тот момент об этом вердикте ни сном, ни духом не ведали ни сам Мхитарян, ни руководство лондонского клуба, ни УЕФА. Решение было принято в стенах Министерства иностранных дел Армении. Там пристально наблюдали за развитием матча в Испании и желали победы Арсеналу. Однако этих специфических болельщиков волновали вовсе не спортивные достижения их соотечественника. В Ереване поняли, что нельзя упускать столь удачно подвернувшийся шанс. Шанс смешать спорт с политикой и напоить этим отвратительным коктейлем международную аудиторию. Усилиями МИД Армении против Азербайджана была развернута грязная клеветническая кампания. Грязная настолько, что ее авторы сами вымрылись в грязи с ног до головы. Лейтмотивом этой истерической кампании стала нелепая байка о том, что Мхитаряну по определению нельзя появляться в Баку. Видите ли, в Азербайджане зашкаливает нетерпимость по отношению к армянам. Проще говоря, на пустом месте была раздута совершенно абсурдная интрига. При этом со счетов злонамеренно было списано три очевиднейших факта. Во-первых, в одной только столице Азербайджана по сей день проживают десятки тысяч армян. Армении в этом отношении остается лишь скромно помалкивать. Политика этнической чистки превратила эту страну в мононациональный ареал обитания. Из которого, кстати, при первой возможности норовят сделать ноги даже сами армяне. Второй факт заключается в том, что армянские спортсмены неоднократно участвовали в различных международных соревнованиях, организованных в Азербайджане. Да что там спортсмены, в Баку приезжали и армянские политики. В том числе представлявшие бывшую партию власти, отличавшейся особой ненавистью к азербайджанцам. Все они здравствуют и поныне, как бы это досадно не звучало для армянского МИДа. И, наконец, правительство Азербайджана предоставило все необходимые гарантии безопасности для Генриха Мхитаряна. Претензии по этому поводу абсолютно беспочвенны. Азербайджан является одной из самых безопасных стран мира, несмотря на то, что уже более четверти века находится в состоянии войны. Едва ли в противном случае с года в год рос бы поток иностранных туристов. Вряд ли, если дела обстояли иначе, в Баку регулярно встречались бы высокопоставленные чиновники НАТО и России. Однако Генрих Мхитарян уже вовсю выполнял политический заказ Еревана. Микки закатил такую истерику, что Арсенал в итоге решил не брать его с собой в Баку. Едва ли это большая потеря для лондонского клуба, который и без того намерен избавиться от армянского хавбека этим летом. Между тем, сам Хитарян лишился реальной возможности завершить сезон на мажорной ноте. Ведь далеко не каждую весну выпадает шанс поучаствовать в финале европейского клубного турнира. Однако он предпочел в ущерб собственной карьере поучаствовать в совершенно иной игре. Игре, которую ему столь коварно навязали на родине. Ереван затеял эту игру с явной целью создать нездоровый фонд для процесса карабахского урегулирования. Переговоры неумолимо приближаются к этапу, когда круг обсуждений сомкнется вокруг главного вопроса. Вопроса вывода армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана. Голословные инсинуации Еревана на тему нетерпимости носят отвлекающий характер. Армения пытается избежать предметных переговоров, разбавляя повестку высосанными из пальца проблемами. История с Мхитаряном лишний раз подтверждает отсутствие конструктивного настроя у Еревана. Равно как и отсутствие фантазии у злопыхателя Азербайджана. Уж больно ограниченный и заезженный у них репертуар. Понятное дело, что они не избалованы поводами для объективной критики в наш адрес. Но какая-то фантазия все же должна быть? Ведь даже кляузничество по сути творческий процесс. Исписанные кривым почерком истрепанные черновики и затасканные шпаргалки уже никуда не годятся. Нельзя же бесконечно наступать на одни и те же грабли. Пора уже свыкнуться с реальностью. Пора осознать, что последовательное развитие Азербайджана необратимый процесс. Процесс, который подобно хрестоматийному каравану будет продолжаться, невзирая на побочные звуковые эффекты. Так стоит ли тратить столько энергии на усилия с заведомо убогим КПД? Вопрос отнюдь не риторический. Рано или поздно силам, негативно настроенным в отношении Азербайджана, придется дать на него ответ. События в мире развиваются по такому сценарию, что роль носителей конструктивных ценностей будет только возрастать. В том числе и в международной политике. Модель выстраивания отношений с окружающим миром, предлагаемой Азербайджаном, уже сегодня может служить образцом для многих. Включая тех, кто почему-то считает, что прогрессивная политическая мысль ограничена конкретной географией. Чтобы ломка этого стереотипа происходила как можно менее болезненно, нужно как минимум попытаться взглянуть на мир в новом ракурсе. Увы, пока мы не видим даже желания как-то продвинуться в этом направлении. Так или иначе, караван уверенно продолжает свой путь, мудро игнорируя посторонний шум. На этом точка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова